Привет! Я продолжаю свои видео уроки за здоровый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека. И в этом видео уроке я тебе дам 5 нокаутирующих фишек локтями. То есть, как можно использовать локти именно в бою, как они используются, после каких моментов, с каких ситуаций, для того, чтобы точно направить локоть в цель и отправить противника в нокаут. Поехали! Итак, первая фишка локтя нокаутирующая. Это простой удар локтем снизу. То есть, он получается такой коротенький, тычковый, или левый, или правый. Он выполняется обычно на очень короткой дистанции, когда идет завязка в клинч. То есть, например, противник стоял, ты его забил перчатками, вы взяли друг друга в клинч, здесь начинается какая-то возняк, и как только я почувствовал, что моя рука сверху его, да, есть преимущество, я отсюда сразу пробиваю просто локоть снизу. Это очень короткий и очень быстрый удар, но если он попадает в бород, в нос, где-то в глаз, большая вероятность нокаута исечь. Еще раз, идет тяга на клинче, и отсюда чуть-чуть короткий, быстрый, жесткий удар. Итак, следующая фишка, похожая на предыдущую, но она делается уже с дистанции на шаге. То есть, суть ее получается в чем? Противник обычно, да, стоят бойцы, перчатки держат на низках, на лбу, такая глухая защита. И между перчаток всегда есть преимущество для наших локтей. То есть, и мы шагом пробиваем между перчаток. То есть, идет бой, я пробил, например, какой-то боковой, противник перчатку еще дальше убил назад, и отсюда, я с шагом правой ноги бью правый локоть снизу, просто в подбородок, в нос, в общем, в лицо. Конечно, оптимальное место это снизу в подбородок, короткий удар. И работа. Например, бросил сюда, бросил сюда, и сокращаю дистанцию с правым локтем. Также этот удар можно сделать и с левым локтем снизу. То есть, идет работа сюда-туда, и я с шагом в левой ноги бью левый локоть снизу. Просто на локтем снизу вверх. Это отличная прыжка и для МОЭТА, и для ММА. Следующая прыжка, она уже идет не то чтобы локтем, но после локтя, скажем так. То есть, когда ты задел противника, где-то поджал канатом, или к стеночке, или к клетке, в зависимости от того, где ты ее используешь. МОЭТА, ММА, самооборона. Отсюда идет с дистанции, сразу в средней дистанции уже можно бить правый локоть. То есть, с средней дистанции бьем правый локоть. Противник разбивается, ручки немножко опускаются, и отсюда мы наносим левый жесткий оперком, или левый жесткий локоть. В зависимости, да, как на что больше наработать. Я бы, конечно, лучше бил локоть, это более жестко, скажем так. Еще раз, дистанция какая-то серия, бам, раз, бам, два. Очень короткие два таких режущих удара обязательно или нокаут, или сечка, или травма будет. Поэтому, то есть, отсюда и дорабатывают. У нас с дистанции поджал, шагом правый локоть, и сразу левый локоть, или левый альтерпорт. В зависимости от целей, как и возможностей. Итак, следующая фишка очень опасная, скажем так. Работается она уже в таких средних раундах. Вот левый прямой. Когда ты бросаешь левый прямой на шаге, на выпаде, противник делает уклончик. Очень часто делают уклоны. И в ММА, и в МОЭК, и часто в АК это делают. То есть уклончик под руку делает. С этого положения боксер будет бить, да, таять будет сразу, глинчевая, потому что он остается у тебя под рукой. И ты с этого положения, когда противник сделал уклон, остался сбоку, работаешь правый локоть с разворотом. Этот локоть очень часто проходит, потому что противник его не ожидает. Для него он очень неожидан, и руки у него опущены. То есть ситуация прямой. А, эй, сразу локоть с разворотом. Особенно, когда это такой уже, да, второй, третий раунд, бойцы уставшие, он даже не сразу сориентируется, куда ему идти. Или в клинч, или вбить. Скорее всего, он может просто сделать уклончик, не просто остаться. То есть вот в таком положении, как бы думая, что делать. Я как бы заловился с левой рукой, да, он уже полностью в голове думает, каким ударом меня пробить. И я сразу с разворота отправляю на карту. Вообще это все делается быстро. То есть он пробил, раз, бэм. И сразу я говорю, сразу я между прямым и локтем не думай. Поэтому для меня преимущество в этой серии, так как у него есть паузы, что делать после уклончика. Еще раз. Эй, сразу. На лотку, шотка, си. И так, последняя наша фишечка накоррутирующая. Похожа будет на предыдущую, но делается она уже под канатами. То есть идет бой, ты, например, противника, задел с канатом. И отсюда видишь, что можешь его хорошенько увалить локтем. То есть левым локтем, передним ты делаешь удар. Но он тоже это видит и делает оттяжку корпусом. Он обязательно будет проваливать. Принимать наврядки будут, особенно в РВМА. Так как перчаток нету. И на улице то же самое. То есть он делает оттяжку. И от каната будет сразу возвращаться для контр-атаки. Скорее всего он будет просто вязать. Постарается взять пинч и сделать накладочку. Когда я провалил левый локоть, я завалился. Но отсюда, с этого положения мне очень удобно и эффективно сделать правый локоть с разворота на область. И получается ситуация, я его забил, левый локоть провалил и сразу правый бил. Здесь получается двойная сила. Потому что он ушел назад и выходит на меня. То есть идет на меня. И я в этот момент бью его. И мы получаем сила на силу, куда, так скажем, приобретает двойную силу. Вероятность накалка очень высока. Еще раз работаем. Зажимаем канатом. Ах, эй, сразу с разворота локоть. И еще раз. Ушел и отсюда. Локоть можно бить по-разному. Можно бить и в наклоне, по прямой, скажем так, между перчаток. А можно бить и просто с разворота, как бы с боку. Вот такие отличные отлишки. Уверен, что тебе понравились сегодняшние фишки с локтями. Но применяю их с умом и очень осторожно, так как они очень травматичны и наносят серьезный урон. Подписывайся на канал, ставь лайк. До встречи в новых видео уроках.